Где-то 1 июля были массовые выступления, митинги в Нукусе, главном городе, столице Каракабахской автономной республики. В результате этих митингов пострадало очень много людей. По последним данным прокуратуры, где-то около 18 погибших и более 200 раненых. Самый главный вопрос, конечно, кто же стоит за этими событиями и, главное, кому выгодно. И вообще, почему эти митинги произошли, первый вопрос, они связаны с тем, что в Узбекистане проводятся реформы. И предполагаются реформы внести некоторые поправки в законодательство, именно в Конституцию республики Узбекистан. И там очень много поправок, они касаются либерализации, а самое главное сроков ныне действующего президента Узбекистана. Они, эти поправки, для чего они нужны, вопрос, конечно, они нужны для того, чтобы, во-первых, продолжить те начинания, которые уже несколько лет после смерти Ислама Каримова предприняты нынешним лидером. И в плане очень успешные, честно говоря, эти реформы, они, то, что касается благосостояния народа, и второе, что касается в целом Узбекистана, то есть открытости либеральных реформ и так далее. И для чего нужны были эти поправки? Для того, чтобы нынешний курс продолжить. И, соответственно, нужны были эти поправки в плане и продления сроков ныне действующего президента. Но кроме этих поправок, там еще были поправки именно связаны со статусом Каракабахской автономной республики, а именно лишение ее статуса суверенитета. То есть, что это означает? То, что до внесения поправок, вернее, предполагаемых поправок, которые, кстати, были аннулированы, предполагало, что, вернее, суверенитет предполагал право на самоопределение. То есть, в дальнейшем захочет ли Каракабахстан быть отдельной республикой или присоединиться, например, к Казахстану. То есть, вот эти права народа на самоопределение, оно было гоориентировано Конституцией. И были, предполагалось же, поправках же предполагалось внесение именно изменений именно в этой статье. То есть, то, что касалось этого права. Поэтому народ вышел на улицы со своими протестами. То есть, имеется протест, причина, да, видимая причина этих протестов заключалась в том, что народ был против внесения этих поправок. Что предприняло власть, да, центральная власть Узбекистана? Мирзюев, действующий президент Узбекистана, сразу отреагировал. Вылетел в столицу Каракабахстана, в Нухус, и выступил там местным правительством. И сказал о том, что даже пожурил их из-за того, что они не вовремя не сообщили об этих акциях и так далее. О протестах, о недовольстве населения. И, соответственно, обещал, что эти поправки будут убраны. Именно в настоящее время, а вообще предполагалось до 4-го, до 5-го июля. Теперь до 15-го июля продлили именно время обсуждения этих поправок со стороны населения. Поэтому можно сказать о том, что те причины, которые являлись катализатором этих выступлений, они устранены. Но что касается краткосрочной перспективы, события урегулированы. Вернее, ситуации сейчас стабильные. И в краткосрочной перспективе все спокойно. Однако, что касается среднесрочной и дальнесрочной перспективы, можно сказать, что в настоящее время этот вопрос является миной замедленного действия. То есть, еще начиная с советских времен, в рамках политики разделяя властвы, были созданы такие границы, которые сейчас являются причинами всех этих этнических межгосударственных или внутригосударственных тяжб между странами и народами. Поэтому я считаю, что этот вопрос до сих пор еще не урегулирован в плане, потому что вопрос висит в воздухе. Что же будет дальше? И дальше что может быть? То есть, имеется в виду, другой момент снова может вспыхнуть с новой силы. То есть, я считаю, что те конфликты, которые были на постсоветском пространстве, как их называют, замороженные конфликтами, да, допустим, те, что были на Кавказе, например, или же в восточной части СССР, бывшей СССР, да, в Молдове, например, да, в Украине. То есть, они, часть из них, или на Кавказе они были, часть из них была урегулирована, часть из них осталась еще. Ну, я думаю, что в настоящее время вот эта проблема именно Каракал-Пахстана, она тоже становится одной из замороженных конфликтов.